Здравствуйте, это программа интервью в студии Татьяна Потанина. Этим летом многие отпускники в растерянности и не очень понимают, как можно спланировать свой отпуск. Непонятно, что с билетами, как будут работать курорты, куда можно будет отправиться, куда нельзя, а с зарубежными направлениями вообще все очень сложно. Но есть люди, которые не зависят ни от билетов на самолет, ни от гостиниц. Это те, кто планирует сам свои путешествия. И вот сегодня будем говорить, как это можно сделать с нашим гостем. С нами на связи бывалый автопутешественник и автоблогер Роман Родионов. С Романом мы знакомы давно, поэтому нам, наверное, будет немного комфортнее общаться на «ты». Роман, здравствуй. Здравствуйте. Очень рад поделиться тем, что знаю, с вашими телезрителями. На отпуск как-то повлияла ситуация в мире, в России? Ну, вы знаете, я оптимист. Я считаю, что действительно эта ситуация, она повлияла на всех. Но если, скажем так, у нас была возможность взять вот такую паузу для того, чтобы между своими путешествиями мне пришлось больше заниматься семьей, подготовкой к путешествиям, а также была возможность подготовить еще лучше свою машину, то я этой ситуацией воспользовался. Я вижу в этом только плюсы. На самом деле у меня был большой, очень такой продуманный, серьезный план вторично поехать из Красноярска, доехать до Норвегии, проехать всю Скандинавию. Но в связи с тем, что сейчас все границы закрыты, пришлось быстро перестроить свои планы. И сейчас я подвигаю Норвегию на то время, когда откроются границы. Ну и в ближайшее время планирую съездить на Алтай. Ну вот из самолета в машину, собственно, тебя никакая ни пандемия, ни коронавирус заставил пересесть. Это случилось достаточно давно. Почему? Ну, еще много лет назад, когда я, как и все, путешествовал в такие страны, как Таиланд или куда-то еще, мне всегда было интересно увидеть саму страну изнутри. То есть есть такое понятие пляжный отдых, когда люди приезжают, месяц загорают на пляже, не выходят никуда из отеля, съездят в несколько экскурсии рядом со своим отелем. И вот такой отдых, он совсем не интересен ни для меня, ни для моей жены. Мне всегда хотелось увидеть гораздо больше. И именно по этой причине я начинал использовать такие средства передвижения, как мотоцикл и автомобиль. И я искренне считаю, что автомобиль – это самый удобный способ для того, чтобы увидеть мир. И я могу объяснить, почему. Ага, ну вот сейчас все слушают нас и думают, ну, конечно, у него крутой какой-нибудь большой, мощный автомобиль. У меня-то нет такого. Мой опыт начался с того, что я проехал весь Талайлан на дешевеньком мотопайте. И я хочу вам сказать, что, ну, наверное, больше половины моих знакомых, которые путешествуют на автомобиле не только по России, но и далеко за рубеж, они делают это на самых обыкновенных автомобилях. Есть у меня знакомый Иван, который живет в Питере. Он путешествует на автомобиле, который купил за 50 тысяч рублей. Старая подержанная иномарка, на которую он проехал от Питера до Владивостока. И у него уже не первый год получается путешествовать именно вот так вот бюджетно. У меня есть другие знакомые, которые путешествуют на, прям вот на старенькой Оке, которые из Новосибирска доехали на этой Оке до Португалии. Я лично думаю, что это достаточно дорого, чтобы подготовить, чтобы иметь в запасе сколько-то там денег, чтобы во всех непредвиденных ситуациях там подремонтировать свой автомобиль и где-то переночевать внезапно. Разумеется, вы должны подготовить свой автомобиль безупречно. То есть нужно за несколько месяцев полностью его обслужить, сделать так, чтобы проверить все узлы, заменить все жидкости в автомобиле. Второе. Я путешествую сам уже не один год и путешествовал на разных машинах. Сейчас у меня машина, которая позволяет сделать так, чтобы я мог автономно существовать без цивилизации в течение трех недель. То есть я беру с собой большой запас воды в канистрах. У меня есть автономный душ, с помощью которого я вместе с женой могу принимать душ каждый день. У меня есть большой запас еды, которая не портится в течение нескольких лет. И при этом она не требует готовки. Сам автомобиль интегрировано в спальное место на троих человек. То есть я могу путешествовать с ребенком. То есть если сравнить с путевкой в Турцию, доехать на машине до Турции той же, а вы там бывали и такое путешествие совершали, это гораздо дороже. Скажем так, я увидел гораздо больше за гораздо меньшие деньги. То есть у меня всегда моя задача стоит сделать так, чтобы ни в чем себе не отказывая, ну в каких-то вот важных для меня вещах. То есть нужно понимать, что я никогда не экономлю на посещении каких-то мест, каких-то знаковых, может быть, точек, музеев и так далее. То есть не нужно думать, что когда я еду, я, соответственно, экономлю абсолютно на все. Во сколько, например, путешествия в Турцию, сколько вы там были? Там две-три недели, а обошлось это в деньгах, в рублях. Бюджет на самом деле складывается из многих составляющих. Основная составляющая это, во-первых, проживание, во-вторых, питание, в-третьих, это топливо, которое я трачу, ну для того, чтобы доехать. И, собственно, если вы будете брать питание с собой, либо готовить самостоятельно, значительно бюджетнее, чем если вы заплатите за эту же самую еду, например, где-нибудь в отеле или гостинице. Второе. По проживанию. Я недавно вернулся из Норвегии, и чтобы, например, снять, ну, самую маленькую комнату в Норвегии, это минимум обойдется вам 8-9 тысяч рублей, если в пересчете на рубли. А в среднем, если брать что-то приличнее, то это обойдется одна ночевка на сутки где-то 12 тысяч рублей. Я же не заплатил ни одной норвежской кроны. Все мои путешествия в Норвегии я ночевал или в палатке, или в автомобиле. И я тратил деньги на топливо в Норвегии. Топливо не дешевое, самое дешевое литр дизеля. У меня дизельный автомобиль, поэтому могу сказать о ценах на дизель. Например, литр дизеля стоил минимум 113 рублей, а самая высокая цена на литр дизеля – это 132 рубля, который я видел буквально в сентябре прошлого года, когда там был. Два раза, когда мы ездили в Турцию. Бюджет получился у нас на двоих что-то в районе около 200 с копейками тысяч рублей. И вы провели там сколько? Мы там провели около полутора месяцев. А, целых полутора месяца. Да. При этом, например, моя последняя поездка в Норвегию заняла у меня почти два с половиной месяца. Не почти, а два с половиной месяца. От момента, когда я выехал от подъезда из Красноярска и вернулся обратно, получилось у меня два с половиной месяца. Я потратил что-то около 300 тысяч рублей. Посетили большое количество мест. И, в общем, много денег потратили на то, чтобы зайти в разные музеи, попасть там. Я доехал до мыса Нордкап. Это самая северная точка Европы. То есть, если поехать на малюшеньком автомобиле, то, безусловно, бюджет поездки будет, наверное, еще на треть ниже. То есть, когда человек задает вопрос о деньгах, он в первую очередь думает о том, как сэкономить. А я, когда отправляюсь в путешествие, я всегда думаю о том, а будет ли что вспомнить меня после этой поездки. И каждая моя поездка, каждая следующая, она все интереснее и интереснее. Потому что я могу проехать на своей машине везде, я могу увидеть все, что попадается у меня вот здесь. Я прямо могу остановиться в любом месте и провести там столько времени, сколько мне захочется, а не водителю, например, какого-нибудь туристического автобуса, который будет вас там провозить. Продумывать все до мелочей, где я в каком-то городе пообедаю, где я приму душ, если у меня, например, нет мобильного какого-то душа, это не обязательно. Нужно ориентироваться на месте. Во мне очень силен дух авантюризма. И мы с женой часто, когда собираемся в путешествия, у нас, например, было свадебное путешествие, когда мы просто вышли из ЗАГСа, отпраздновали со своими друзьями, собственно, наше бракосочетание, сели в машину и посчитали, сколько у нас есть денег и решили прямо в машине, что вот мы поедем вот туда. И, соответственно, мы взяли и уехали. То есть я никогда заранее не продумываю тщательно маршрут, я никогда заранее не продумываю, в каком городе я буду ночевать. То есть этим и прекрасен как раз автотуризм, что здесь все зависит только от вас, от вашего настроения. В общем, расслабиться нужно и ехать. Совершенно верно. Самое главное в путешествиях – это в первую очередь получать удовольствие от самого пути. То есть цель путешествия – это не доехать куда-то, а именно пребывать в моменте, то есть получать удовольствие от самого процесса. Если говорить о встречах, самая такая неожиданная, но запоминающаяся встреча. Значит, один раз, когда мы ночевали с женой на берегу очень живописного озера в Турции, на нас напал дикий еж. И этот еж, он, по-моему, испугался больше, чем мы. И, в общем, мы для себя открыли много нового, общаясь с этим ежом. И, в общем, долго потом смеялись, вспоминали, как мы пытались его накормить морковкой и яблоками, а он предпочел в итоге съесть немного мяса. Все вот эти встречи, все, которые у меня происходили, то есть какие-то известные путешественники, люди, которые отправляются в кругосветки, они очень сильно заряжают своей энергией, потому что начинаешь понимать, что мы все смертные, мы живем один раз, и для того, чтобы увидеть мир, достаточно просто сесть на автомобиль, на мотоцикл и поехать. Где-то по пути вы обязательно найдете возможность заработать, если у вас недостаточно денег. Деньги на свои путешествия зарабатываю я сам. Я построил свой бизнес благодаря тому, что я хотел самостоятельно выстроить свой бизнес так, чтобы я мог зарабатывать деньги из любой точки мира. Я онлайн-тренер. Я абсолютно не привязан к рабочему месту. А с детьми готовы путешествовать таким же образом? Безусловно. И я могу сказать, что мы сейчас с женой ждем второго ребенка и планируем, когда он родится, отправиться с ним в путешествие. Именно как раз снова хочу проехать абсолютно всю Норвегию еще раз. Но с ребенком это уже где-то через год, когда хотя бы год исполнится, нет? Ну, мой сын ночевал впервые в палатке, когда ему еще не было года. А вообще надо сказать, что у меня есть знакомые, которые путешествовали в ту же Скандинавию на машине с полугодовалой дочкой. Сейчас мамки все вздрогнули. Это будет, наверное, то, что ваши дети запомнят. Они не запомнят просмотр телевизора. Они запомнят именно как раз то, о чем я говорю. Если взять, допустим, какие-то другие континенты, у меня мечта это проехать Соединенные Штаты Америки и очень хочется побывать в Южной Америке, то есть в таких странах, как Патагония, например, побывать. И я это обязательно реализую. То есть, ну, единственное, это вопрос времени, накапливаю деньги, еду. Потом приезжаю, снова накапливаю деньги и со всей семьей снова опять туда еду. Но это уже не мечта, это уже план такой на ближайшие годы. Да, у меня на ближайшие пять лет есть планы посетить Исландию, еще раз проехать всю Норвегию, абсолютно всю Скандинавию. То есть там не только Норвегия, но еще и Финляндия, и Швеция. У меня вообще мечта это побывать, проехать кругосветку на своем автомобиле. Я уже даже зарядилась позитивом, хочется прямо сейчас сесть в машину и хотя бы куда-то по Красноярскому краю проехать. Не думайте о том, что путешествие на автомобиле – это тяжело и дорого. Не думайте о том, что будут какие-то опасности. Я вам абсолютно точно могу сказать, что самое главное – начните с каких-то небольших расстояний. Попробуйте доехать до Байкала, побывайте на Алтае, потому что путешествие, самостоятельное путешествие – это всегда какая-то авантюра, это всегда маленькое приключение. Это то, что навсегда останется в вашей памяти и в сердце. Роман, спасибо большое за интервью. Вам счастливого отпуска и вашей семье, и ровных дорог. Спасибо вам. Я напомню, что с нами на связи сейчас был бывалый автопутешественник и автоблогер Роман Родионов. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.